Уже пятый раз в нашем городе прошел всероссийский конкурс «Лидер 21 века», участниками которого стали около ста юных каспийчан из детских общественных объединений. Сплоченные команды, состоящие из творческих и активных молодых людей, прошли 13 частей большого конкурса, демонстрируя свою физическую подготовку, интеллектуальные и творческие способности. Выдвигать идеи и быть первыми везде и всегда – таков девиз для каждой из 13 команд, участниц детских общественных объединений. После пройденного первого заочного этапа, где лидеры организации сдавали свое портфолио, наступил второй – очный. Поэтому в день конкурса кабинеты Дома детского творчества и парковая зона Дворца культуры переполнены инициативными школьниками. Здесь первоначально участники представляют на обозрение судей свой боевой клич. Наша команда! Дом мира! Наш девиз! Держитесь за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке! Каждая команда, состоящая из семи участников, имеет свой маршрутный лист, на котором 13 пунктов назначения. Передвигаясь от одной станции к другой, ребята сталкивались с необычными задачами. К примеру, гаджиевцы сейчас выполняют задание перейти границу. Ученица гимназии номер 7 Халимбекова Раисат говорит, что очень старается, ведь от ее усилий зависит вся команда. И конкурс с отличными испытаниями, конкурсами. И в конце каждая команда получает по какому-то количеству определенному баллов. И у кого больше баллов, тот и выигрывается. В принципе, конкурс очень интересный и достаточно развивающий. А вот с мокрой головой, в буквальном смысле этого слова, оказался ученик второй школы Саша Суслов, который пытался съесть плавающее яблоко. Казалось бы, ничего особенного. Только вот по условиям конкурса школьник не может держать фрукт в руках. Давай, 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 еще две минуты кусай. Вот молодец. В кабинетах Дома детского творчества ребят ждали уже интеллектуальные задания. Исторические вопросы на тему Великой Отечественной, исполнение военной песни, рассказы о героях Советского Союза. Работать в команде, стремление к победе, воля и грамотность тоже нужна. Всего 13 станций, по которым детям придется пройти со своим маршрутным листом. Это называется веревочный курс. На каждой станции они сдают боевой клич, после чего приступают к заданию. 7 минут длится задание, они получают баллы и бегут на следующий. Почему 7? Этот конкурс у нас посвящен 70-летию Великой Победы. Поэтому у нас в основном вот с этой цифрой и связано. Яркие и неподдельные живые эмоции на протяжении всей игры испытывали все участники команд. Каждый из них стремился в максимально короткое время выполнить свое задание. При этом необходимо было проявить и точность. Понадобилась она, к примеру, в таком задании, как метание дротиков. А вот аккуратность и любовь к окружающей среде ребята демонстрировали посредством качественной побелки деревьев. По итогам ежегодного конкурса судейская коллегия сформирует тройку победителей, которые будут награждены грамотами и ценными подарками. Ну и, конечно, призеры получат право называться лидерами 21 века. Шахнабад Кулиев, Алексей Колесников, Новости Каспитова.